МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моя рекомендация обратиться в трудовую инспекцию с жалобой на действия работодателя о том, что вам занижают зарплату за счет неверного начисления баллов. Трудовая инспекция обязана проверять каждый факт по вашему заявлению. И в случае, если будет выявлено действительно нарушение, они выдают предписание. Одно-два таких предписания возможно заставить работодателя немножко иначе относиться к вам и все-таки пересмотреть свою позицию. Кстати, по детским садам люди уже неоднократно обращались с подобными жалобами и действительно сталкиваются с указанным нарушением. Поэтому трудовая инспекция – самый быстрый и наиболее действенный способ для решения возникшей ситуации. Юлия из Манского района спрашивает. Развожусь с мужем. Есть дом, поделенный на доли мою, нашего общего ребенка, его и его опекаемых детей. Кроме того, у него есть подаренная матерью квартира, в которой я прописана. На какую недвижимость я могу претендовать? И где имею право проживать? Подаренная квартира – это является единоличной собственностью супруга. Она не подлежит разделу, опять же, если есть договор тарения. Если квартира была оформлена как-то иным способом, по какой-либо возмездной сделке, по продаже, либо еще как-то, то она подлежит разделу. Ну а если это безвозмездные сделки, такие как дарение наследования, то эта квартира является единоличной собственностью, она не будет подлежать разделу. То, что вы там прописаны, дает право на использование этой квартиры. То есть вы можете жить как в своем доме, где у вас есть доля, так же и в квартире, в которой вы прописаны. До тех пор, пока бывший супруг вас не выпишет и не выселит из этой квартиры, тогда вы утратите право пользования указанной квартиры. При разводе ваша доля, поскольку дом уже поделен на доли, и они выделены детям, поэтому, по сути, у вас останется та же самая доля, которая сейчас у вас есть. Субтитры создавал DimaTorzok